Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 29 января. У меня сегодня день видеороликов, столько тем накопилось. Обо всем хочется рассказать и о проекте Меча Самурая, и о том, что грунт-то хороший вот этот попался, и о том, что хочу испытать еще один грунт. И хоть я говорила, буду рассказывать завтра, я решила сегодня уже начать, пока я здесь сижу, вот про эти почвабрикеты. В предыдущем видеоролике я говорила, что у меня одна моя родственница, хорошая знакомая, она почти родственница, но они уже с мужем разошлись, она мне не родственница почти, но все равно. Она всегда выращивает вот в таких вот, начала она пробовать с питуньей, потому что мы знаем, что питуньей требуется стерильный грунт. Вот дома, вот в домашних условиях, чтобы сделать стерильность, это надо, раньше я в духовке пропаривала, сейчас в микроволновке прожаривают, или надо чем-то протравливать, то есть это нужно какие-то дополнительные действия делать. Вот здесь написано, что вот этот грунт, так, где же я сейчас, он прессованный, он весь уже готовый, и с ним не надо ничего делать, тут добавлены все вещества. Но так как я ни разу его не применяла, я не могу вам сказать, что хороший он или плохой ли он, я буду испытывать в этом году первый раз, это мне его подарили, и я начну испытание вот с такого, то есть написано где томат, перец. Все видели, наверное, что томаты я посеяла в магазинном грунте, выросли прекрасные, может быть и перец посеивая в магазинном грунте вырастет прекрасные, тогда я вам смогу сказать, что можете смело покупать вот такой почвабрикет, да вы и сами увидите, потому что вот эти вот результаты вообще превзошли все ожидания. Сейчас я когда буду его размачивать, я вам покажу пачку, покажу почему я не боюсь, ну как, не то что я рискнула, вот этот грунт я точно применять не боюсь, потому что здесь все расписано вот вообще до мельчайших подробностей. Если этот грунт я боялась применять, я говорила, что там не написано, есть какие-то добавки, нет, тут написано, что запас НПК на, сейчас скажу, я же читала в прошлом, стандартный запас питания, азот, фосфор и калий на месяц, то есть весь рассадный период, вот пока у меня будут перцы в лотке, им хватит вот этого питания. Ну, цыплят по осени считают, я сейчас его размочу, завтра я посею туда перцы и мы тогда узнаем, действительно ли это так. Пойду размачивать. Вот я вскипятила воду в чайнике, приготовила сосуд для размачивания вот этого почвабрикетов, грунта, ну так как между первой частью, когда я сидела за столом и второй частью, пока я собралась размачивать, прошло около двух часов, за это время, я когда выложила видеоролик про ту почву, которая земля, и где вскользь упомянула вот о почвабрикетах, уже я смогла собрать информацию с народа, уже начали писать отзывы, кто-то уже такими почвабрикетами пользовался, кто-то наоборот пишет, что ни разу тоже, как и я в жизни не видели, даже что в магазинах у них нет. И смотрите, я сейчас скажу вам, какие вопросы наиболее частые, сразу отвечу на них, потому что раз вопросы наиболее частые, значит они будут еще поступать. Многие спрашивают, где купить, сколько стоит, кто производитель, и пишут отзывы, отзывы сейчас я вам тоже расскажу. Где купить, скажу честно, я не знаю, я уже говорила, мне подарили, но вот эта Вероника, она у нас в краевом центре в Барнауле, покупала в магазине Леруа Мерлен. У нас таких магазинов в Бисике, к сожалению, нет, ни Ашанов, ни Леруа Мерленов, но по отзывам зрителей я прочла, что многие покупали вот такой почвабрикеты в магазинах Фикс Прайс. И по стоимости, все пишут, что они не очень дорогие, от 60 до 80 рублей, в зависимости от объема грунта. И в конце скажу сейчас про отзывы. Все отзывы, которые я прочла, знаете, где можете прочитать отзывы? Я выложила видео «Отличный грунт для рассады», это вот про тот грунт, про наш бийский и про питерский торфяной, и когда я упомянула, что хочу использовать вот эти, многие уже отозвались, говорят, кто-то 2 года уже выращивает, кто-то 3 года выращивает, но я, если честно, ни одного отрицательного отзыва не услышала, все пишут, что очень удобно, воды наливаешь. Это называется, как раньше был сок, просто добавь воды, так и это. Вот смотрите, до того, как я буду размачивать и до того, как я узнаю сама, хороший этот грунт или нехороший, хорошо в нем растет или нет, я вам сейчас расскажу о тех плюсах, которые я увидела уже еще до применения, еще даже не читая подробные инструкции, ничего, я сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, самое первое, что самое важное, его не нужно обеззараживать, видите, написано, термически обеззаражен, и не нужно добавлять никаких удобрений, потому что НПК уже здесь заложен, стартовый запас питания. Это для нас большое облегчение, это значит, не нужна предпосевная подготовка грунта, это вот тот самый, те самые танцы с бубнами, которые мы делаем, протравливая грунт, удобряя грунт, составляя его. Мне кажется, для новичков это вообще палочка-выручалочка, ничего не нужно составлять, это хорошо мы составляем немножко того, немножко того, мы знаем, сколько чего нужно добавить, и сколько нужно каким растениям, здесь все добавлено. И, кстати, у всех разные немножко составы, я посмотрела, мне вот подарили 4 разных грунта, универсальный, потом вот для декоративных растений, потом вот томат перец и там еще один, забыла даже как называется. Второе, что я заметила сразу, еще не приступая, вот видите, они как шоколадки разделены на маленькие-маленькие части, то есть это как плитки шоколада, они, их, вот такие разделения можно раз, отломить, отрезать, и можно использовать дозированно, то есть, если вам не нужно большое, например, для посева петунии нужно маленькую порцию, вы можете маленький кусочек отрезать и размочить маленький. Ну и, конечно, самое главное преимущество, которое я заметила, легкие как пушинка, это компактность, это чистота упаковки, вот такую землю, если честно, вот как правильно она, Вероника, говорила, мы любим чистоту, мы землю и не трясем она, вот такую вот, такой грунт можно хранить даже в шкафу с какими-то свещами, со своей одеждой. Вот это его стерильность, это чистота и легкость. Его можно легко хранить, легко транспортировать, но это я только на первый взгляд. Сейчас я камеру выключу, я сейчас разрежу один, который мне нужно. А, нет, я же еще не читала инструкцию, ну, старая Варона. Теперь давайте прочитаем инструкцию, самое главное, я же только свои высказала. А, еще все спрашивают, многие, кто производитель. Вот здесь написано Биомастер. Сейчас почитаем. Я читала, по-моему, на Васильевске, что ли. Ой-ой-ой, вам придется немножко потерпеть шуршание. Так, срок годности не ограничен. Вот еще один плюс. Можно купить, 10 лет полежит. Вот у меня вообще в подвале большое помещение, можно бросить в подвал несколько брикетов. И на старость, когда уже некогда будет шариться по лесу, выкапывать там, листовой перегной собирать. И когда уже не надо будет машинами грунт, пошел, поднял, размочил. Так, я ищу производителя. А, вот он. Короче, ООО Террамастер. Россия, Новосибирская область, город Новосибирск. А, делается производство. Новосибирский район, село Марусино. Или Марусино, или Марусино, не знаю. Знаете, вот меня всегда почему-то вызывает доверие именно те грунты, у которых производство в сельской местности. Когда производство написано, что в центре города, где-то там адрес указан производства, но это ясно, что откуда-то неизвестно, откуда привезен. А здесь, если в селе Марусино, наверное, скорее всего, берется какой-то там из природы вот это вот исходное сырье. Меня, я, кстати, всегда, когда покупаю где-то что-то, беру где производство. Так, написано. Прочитаем. Почва брикет. Прессованная почва изготавливается из высококачественных природных материалов. Состав специально разработан для выращивания томатов, перцев и баклажанов. Но это я читаю именно томат, перец. Я вам сказала, что они разные. А также для улучшения почвы на грядках, в саду и теплицах для этих культур. Достаточно добавить воды к почву брикету и через 5-8 минут питательная почва с отличными физическими свойствами готова к использованию. Сбалансированные характеристики почвы обеспечивают равномерность роста, здоровье растений, хорошую урожайность, экологическую безопасность, что особенно актуально для овощных культур. Вот так складно рассказывала бы я о своем видеоролике. Было бы вообще прекрасно. Видите, как они хорошо все дописали. И тут написано способ применения. Сейчас я все вам покажу. Конечно, поместить брикет в емкость подходящего, залить 2 литра горячей воды 50-60 градусов, через 5-8 минут тщательно перемешать и посадить растение. Все. Мне очень нравится, что ничего не нужно добавлять, но все-таки некоторые люди говорят, что разбавив вот такую... А, кстати, вот там написано Теравита, производитель, а вот здесь на этикетке написано Биомастер. Если вы будете где-то, например, захотите купить такой же, найти, смотрите все-таки на этикетку, потому что производитель Теравита вот на лицевой стороне нигде не указан. Биомастер виднее вот это. И еще написано, новая форма почвы. Поэтому мы о ней ничего не знаем, и многие ее не видели. И у нас в магазине, я больше чем уверена, так как у нас маленький городок, тоже, наверное, она не продается. Сейчас я буду распечатывать и испытывать. Сразу скажу, что все читать не буду, но есть вот томат-перец, это я который выбрала, есть универсальный, который можно... и баклажан, и все там написано цветы. Есть специально для петунии особый, специально, это я буду позже использовать. А есть просто вот такой цветочный сад для всех видов декоративных растений. Тоже термически обеззаражен. И тут брикет и вода, 10 литров готовой почвы. Я сначала оговорилась, сказала 10 литров воды, но ясно, что 10 литров почвы. Так, сейчас я буду выключаться, буду резать. Вот я вытащила вот эту шоколадочку, но так как я сразу сказала, что мне она вся не нужна, я буду использовать, скорее всего, половину. Я и сосуд приготовила небольшой. Сейчас отломлю. Ну вот, я разломила на две части. Пополам ровно не получилось, потому что оно идет или 4, или 6, или надо было повдоль. Я вот себе 4 от плитки шоколадной такой отломила, а 6 оставила. Но я хочу показать вам вот так вот его в разрезе. Вот видите, тут какие-то и белые вкрапления есть. Состав неоднородный, но сейчас, может быть, лучше будет видно, когда я залью водой, когда она разбухнет. Сейчас буду заливать кипяток. Ну вот, по инструкции написано, что нужно мне 2 литра воды. Ну, это не совсем кипяток, но 60 градусов, но вода горячая. А так, как я разделила, я маленький кусочек взяла, взяла меньше половины, значит, мне нужно меньше литра. И Вероника меня предупредила, что самое главное, это воды не перелить. То есть, лучше потом добавить, сразу весь объем выливать не надо. Вот у меня в чайнике тут 1,7 литров, мне, значит, даже половину этого наливать не надо. Я сейчас все 5-7 минут не буду, конечно, вас держать у камеры. Я сейчас налью, она разбухнет, а я потом покажу, какая она получается. Вот смотрите, по мере того, как она разбухает, я же сказала, сразу не буду все лить, я подливаю еще маленькими порциями. Это, ну, похоже немножко, как на замешивание теста. Он вот так вот промокает, я жду, когда он промокнет. Если смотрю, что еще есть сухое, подливаю еще, сейчас дойду до конца, потом покажу полностью размоченный. Ну вот все, я налила, получилась полная вот эта моя чашка. Потом, сейчас он еще немножко горячий, у меня вода сильно горячая была, она немножко остынет, мне надо размешать до равномерности, но я сильно увлажнять не стала. Вот такой объем получился вот с 4 ячеек. Если бы было 10, то, конечно, был бы полный лоток. Но так как мне сегодня грунта надо не очень много, я сделала вот так. И еще, я не стала сильно переувлажнять, потому что, если я когда разложу в лоток и сделаю бороздки, вы знаете, что я по бороздкам проливаю сильно, а основное, все вот это общее поле, я не увлажняю. Поэтому я переливать не стала, я сделала такой, ну, средней влажности, дорожки увлажню, и будет нормально. Сверху закрою пленочкой. Как буду сеять, постараюсь показать. Это вот пока первые подробности, вот о таком, о новинке для меня, о почвабрикетах, которые по принципу только добавь воды. Все, я сделала первый свой грунт. Но я скажу честно, но это моя, как сказать, мои заморочки, мое такое это. Мне все равно кажется, как и я питерский, когда открывала, мне все равно кажется, что сюда надо добавить простой земли. Он слишком какой-то вот такой пушистый, рыхлый. Пахнет, знаете, чем пахнет лесом? Сразу вспомнили с прогулки, когда мы за грибами ходили. Вот, короче, вот этой натуральной лесной почвой какой-то пахнет. И мне все-таки кажется, что здесь черненькой земли не хватает. Но это моя привычка. У нас же нет вот таких торфов, торфяных вот этих грунтов. У нас все грунты простые, такие более плотные. А некоторые люди, как и я, пишут, что они вот этот грунт разбавляют с землей, и тогда получается вообще идеальный состав. Ну вот это наше только первое знакомство с почвабрикетами. Будем изучать, будем пробовать. Может быть, потом когда-то нам пригодится. Конечно, я сразу скажу, что и пикировку, и перевалки, где большие объемы грунта, у меня же много рассады, я буду использовать свою почву, свой заготовленный грунт. А вот посевы первые, когда требуется самый-самый минимальный объем почвы, можно сделать и в такие, потому что по своим наблюдениям я увидела, что из моего грунта он более плотный и более тяжело выходят посевы новорожденные, именно тоненькие, именно маленькие. Вот из питерского грунта, где питерский с бискин был перемешан, они выскочили быстро, а вот эти, второй посев, я делала прям в чисто свой грунт. Он более плотный, они сидят дольше, я сегодня покажу, у меня просили показать, многие тоже аху и тоху и тоху, у вас какая большая рассада, как быстро выросла, а быстро выросла, наверное, потому что она быстро выскочила, а вот рассада, которая 22-23 я сеяла, она еще маленькая, но мы не о ней, сегодня пока о почвогрунтах, не почвогрунтах, а почвобрикет, я еще даже название не могу привыкнуть к этому названию. Все, до свидания. Продолжение следует...